МОНТАЖНЫЕ УПРАВЛЕНИЕ Объект доследования – уплыв электромагнитных выпроменьеваний на здоровье. Эксперимент Института радиобиологии в Айшоу ТОП-10 выникал на вуковцев за 2019 год. Потребна допомога – объявленный сбор сродков на лечение хуницкого спортсмена Дмитрия Ходаса, який отримал складанную травму позвоночника. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Мобильная группа Гомельского Гарвы Конкама протягивает мониторинг предприемства. Сегодня она наведала будаунише монтажное управление Гомель-Энергобуд. Об выявленных порушениях и огученных парадах – материал наших корреспондентов. Гэтое управление з'является филиалом державного предприемства «Белэнергобуд». Мобильная группа приезжает сюда каля восьми годзин ранецы до официйного початку працонного дня. За уваг по вытворшей дисциплине не возникает, а вось поведение документации – шмат пытаний. Во усиляким выпадку журналы «Улику» тут ведутся с такими порушениями, что, зразумеется, что робится на предприемстве, вельми складано. Скорее всего, здесь не формализм, а, наверное, или незнание, надо участвовать, или просто неисполнение тех задач, которые прописаны в должностной инструкции. Имеется вопрос, даже элементарно, соблюдение государственной собственности, передачи под охрану, сдачи под охрану. То есть, все лица, которые предусмотрены в должностной инструкции, должны исполнять свою должностную инструкцию. У свой час управление «Гомель Энергобуд» створалось для будовництва Гомельской ЦЭЦ-2 и наличивало амаль тысячу працующих. Сегодня в штате засталось около 200 человек. Практично все они зараз працуют на разных объектах – от Белорусской атомной станции до предприемства энергетичной Галины Рогачева и Светлогорска. Непосредственно в «Гомеле» люди не шматали, это не значит, что для них не требует створять належные умовы. Если по вопросу техники безопасности за уваж у членов мобильной группы практически не было, то санитарно-бытовые умовы придется поляпшать. Справа дошла до того, что даже частка леков у аптечца оказалась с завершенным термином придатности, некоторые необходимы было заменить еще три года тому, а остальные – летось. Аптечка экстренной медицинской помощи укомплектована не в полном объеме, отсутствует перевязочный материал некоторый, и также лекарственные средства обнаружены с истекшим сроком годности. Процедура, которая проводится практически на каждом предприемстве подчас наведывания его мобильной группой, проверка на наявность у крови алкоголя. На «Гомель Энергобуде» алкотест показывает нули во всех работников. Крыху позднее на колах огучить сличбы. Калерани, что год на предприемствах выявляли до 80 работников, в стане алкогольного опьянения – то летось усяго – коляд 10. Алексей Троу, Евгений Кухаронак, Валерий Гопанько, телерадио «Гомель». На передней дня памяти воинов-интернационалистов прокурор Гомельской области Виктор Морозов сустрелся с активом региональной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. На парадку дня допомога у выражении широкого проблем разного характера во взаимоотносенных с органами улады, правовых, социальных и навык бытовых питаниях. Прокуратура уважливо разглядая каждую ситуацию и принимая справедливые решения. Такие состречи проходят во всех областях краины по инициативе генерального прокурора Белоруссии Александра Конюка, который сам служил в Афганистане. Афганцы – народ особенный, с обостренным чувством справедливости. Мы это тоже учитываем. Мы – люди одного поколения, мы разговариваем на одном языке и, надеюсь, сегодня мы услышим то, о чем они до нас хотят довести. Я еще раз говорю, прокуратуре сегодня достаточно полномочийства, чтобы защитить их права и интересы. На сегодняшний день те проблемы, которые стояли, когда мы пришли в Афганистане, жилищная проблема, там, например, ребенка в садик отправить. Конечно, сегодня есть проблема, например, там, внука уже в садик отправить и так далее. Но сегодня у нас две главные проблемы. Проблема первая – это пройти медицинскую комиссию на профпригодность. И второе – это когда уходят на, по профзаболеванию, выходят на группу инвалидности. Зараз у Гомельской области проживает 3630 ветеранов войны в Афганистане. Яше 75 выконывали интернациональный долг у инших краинах света. Многие отрывали серьезные травмы и ранения в ходе боевых деянов, а так само покутают от посттравматичного синдрому. Колять 200 человек з'являются инвалидами. А кроме того, под увагой областной организации знаходится 54 семьи загибнувших воинов-интернационалистов. Подвяли выники минулого и поставили задачи на этот год. На 9-м пленуме областного комитета БРСМ презентовали лепшие проекты, выбрали нового первого секретара региона и узнагородили активистов организации. На мероприемстве побывал наш корреспондент Ганна Коральчук. Минулый год для Беларуси отзначился такими значными подеями, как другие европейские гульни, перепис насельництва и парламентские выборы. Республиканский союз молоди был их активным удельником. Только в нашем регионе БРСМ провел коля тысячи социально значных мероприемств у разных направлений. Лепшие проекты презентовали гостям на выставе. Старшиня Гомельского облваконкамы Геннадь Соловей и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк дали становчую оценку потенциалу молоди. Действительно, в 2019 году у Гомельщины есть результаты. Это и участие в масштабных событиях всебелорусского масштаба, я имею в виду и европейские игры. Это и выборная кампания, которая отлично прошла институты Гомельщины. И многие результаты, победы в конкурсах студенческих отрядов, волонтерских отрядов. Как всегда, Гомель и Гомельская область диктуют определенный тренд в современных подходах, подходах к образованию, к передаче информации среди молодежи, распространение этой информации. На Гомельщине появилось много проектов в артах развития во всей республике. Среди их папа залы и деловая гульня азбука гражданина, которые уже укороняются в других регионах. В 2019 году, так же в першине в области, был створен студотрат матросов-воротовальников, которые несли службу на водоемах. Все лета Геннадий Соловей пропоновал активистам долучиться до будуули социально-значных объектов региона. Например, от мемориального комплекса увезцы Алла Светлогорского района и провести молодежный велопробег по местам памяти. Примеркованы до 75-ти годы Великой Перамоги. Подчас поседжения выращилось важное кадровое пытание. Новым лидером Гомельского обкамы БРСМ обрали Веронику Гудкову, якая ранее узначаливала Клецкую районную организацию. Девчина працует в Союзе молодцы амаль 7 годов. На проконце пленума у Знагорода отримали лепшие активисты. В педагогическом отряде мы являлись воспитателями. У нас было 20 человек в составе студенческого отряда. Работали мы с детьми, находились круглосуточно, то есть заменяли родителей, общались с детьми, старались сделать им отдых незабываемым. В экологическом отряде я работала с бойцами из Рейца и Речного флота. Мы работали в государственном историко-культурном учреждении Гомельский дворцовый парковый ансамбль. Занимались благоустройством и отделением территории. Подяками так само отзначили тех, кто унес значный уклад в развитие молодежного руха. Нагрудный знак уручили Игору Завалею, который означал в областную организацию на протяжении 5 лет. А сейчас является депутатом Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Ганна Краильчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания Гомель. Доследование Института радиобиологии вошло в складины Национальной академии наук топ-10 лепших выникнов наукоуцев. Уже некольких годов в Гомельской установе займаются доследованием уплыва электромагнитных выпромениваний на здоровье. У якости поддоследных живел в ученые брали поцелков, на яких проверили до чего может привести протяглое корыстание сотовой совестью. С выниками эксперимента ознайомилися наши корреспонденты. Вышли официальные рекомендации Роспотребнадзора по использованию мобильных телефонов, в частности, в которых указано, что при разговоре желательно телефон не держать вплотную к уху. Если вы сами набираете номер, желательно, не дождавшись ответа абонента, тоже возле уха телефон не держать. Если вы носите очки с металлическими дужками металлической оправи, то желательно при разговоре по мобильному телефону эти очки снимать. В Институте радиобиологии вырешили проверить, каким чином электромагнитное оправменьвание вплывает на репродукционные здольности. Выбор темы тлумачится просто. Сегодня каждая семья не может иметь детей, и практически в каждом другом случае это связано со здоровьем мужчин. На людях доследования, конечно, не проводятся. В качестве поддоследных живел обрали поцелков. Усяго в опыте приняли 444 живелы, которые представляли три поколения. Это дало махчимость докладно установить. Электромагнитное оправменьвание оказывает на здоровье отмолвный вплыв, особенно, когда это тыжится молодых особ. Необходимо отметить снижение рождаемости при расчете на одну родившую самку и наиболее значимое в третьем поколении. Также нами получены результаты, которые указывают на соотношение полов в сторону увеличения доли самцов. Повторяемый результат – это снижение жизнеспособности зрелых половых клеток и изменение андрогенного статуса животных. Вученые подкресливаются – полностью переносить отриманные выники на человека нельга. А ли не перешкодить, позбегать ситуации, коли возникает повышенное рызакоуздеяние электромагнитного выпроменьвания от мобильных прилад. Мы не беремся экстраполировать. Мы говорим о том, что данный фактор может влиять или приводить к снижению мужской инфертильности. Но для того, чтобы экстраполировать данные, нужно производить дальнейшие исследования. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Педатор Гомельской центральной городской детской поликлиники Кава Дагли стал лучшим доктором региона. Такое звание он отримал на конкурсе «Супердоктор-2019». Переможцев вызначали по мерковании пациентов. За минули год свои остановочие вотгуки у адрес гомельского урача покинули омаль четыре сотни человек. Лепшим урачом Беларуси, на думку пациентов, стала педатор из Минска, якая набрала наибольшую колькость вотгука у дячных пациентов. Переможцы будут урачиста узнагороджены 24-го студеня у Минску. Даре шесть лета голосования протягивается. Кожный может долучиться до выборов «Супердоктора-2020». Потребна допомога. Наш земляк 16-ти годовый тяжкоатлет сходника у Дмитри Ходас подчас поборництва отримал складанную травму и зараз прикованы до ложка. Усё отбылося у Снежни у израильским Эйлате на чемпионате Европы, где юнак стал бронзовым призёром. На проконце своего выступления при заключенном подходе Дмитрий не справился со спробой штуршку штанги. И она вырвалась с рук, притиснула хлопца до подлоги и травмировала позвоночник. Самостойно покинуть помост юнак уже не смог. Вертолётом спортсмена доставили в больницу, где одразу прооперировали. Ещё одну операцию зарабили в Минску. Зараз Дмитрий находится у Республиканским навуково-практичным центра травматологии и ортопедии. Врачи робят усё махчимое. Финансовых сродков семьи и спортивной супольности докладно не хопить. Да помахчи юнаку может каждый необыяковый человек. Реквизиты, доброчинных рахунков вы зараз бачите на своих экранах. А житявить доброчинный платёж можно як во установах банка, так и с допомогой послуги. Одвольный платёж, платёж по реквизитах у инфокийосках, интернет-банкингу и м-банкингу. Десятигодовый юбилей. У Гомеля пройшёл баль промеркованной до годовины створения кадетских классов. Больше, как сто хлопчика удяучинок выполнили вальс на пляцовце городского центра культуры. Вероника Гомзюкова долучилася до свята. У бале кадета удельничали навученцы Гомельского кадетского училища и середней школы номер 21. Кадетские классы были створены 10 год тому. Зараз у шести классах учатся 180 человек. Как трапить у таких класс, а они вельми популярные, треба пройти конкурсный отбор. Але директор середней школы номер 21 Инесса Карпина отзначает, что головное иметь жадание учиться и любить профессию выротовальника. Родители видят в этом перспективу, и прежде всего это безопасность детей и грамотное обучение навыкам, как помочь другим. За 10 лет мы подготовили двух чемпионок мира по пожарно-спасательному спорту, участвовали во всевозможных республиканских международных соревнованиях. В этом году дети шестого класса кадетского победили в Санкт-Петербурге в международных соревнованиях. Поэтому, куда бы они ни поехали, это визитная карточка нашего города. Кадеты принимают отдел во всех мероприемствах МНС. Юные помощники выротовальнику допомагают информовать насельництво о правилах безопасного життя. Например, расповедают об этом своим одногодкам. Для нас это большая помощь, это наши юные помощники, которые помогают нам проводить информационно-пропагандистские мероприятия с населением Гомельщины. Хочется пожелать, чтобы ребята получали удовольствие от того, что они занимаются таким прекрасным направлением. И, конечно же, вот эти юные спасатели, это тот стереотип, то поведение, которому должны подражать остальные ребята нашей области. Подчас бала кадетов повиншовало керавництво Гомельского областного управления МНС. После чего шестиклассники принесли клятву и их приняли у роды кадетов. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. По краинах и континентах в Музее истории города Гомеля открылась выстава фотографий у дельников секции фото-тревел-клаб белорусских объединений фотографов. Больше за 70 здымков из Индии, Монголии, Марокко, Италии, Исландии и других краин. Это своеосабливый визуальный оповед опытных подорожников фотографов в образных кутках света. Сирот авторов из Дымкова 12 известных фотографий из Беларуси. Например, гомельчанин Юрий Бирюков, выкладчик, член белорусских объединений фотографов и русских географических товариств. Его работы упрыхоживают белорусские и замежные газеты и часописы. Фотографии из подорожа это только одна секция по интересам членов Белорусского союза фотографов, которые сейчас объединены около 150 человек. Фото-тревел-клуб это те люди, которые любят путешествовать, которые организовывают фото-туры, но естественно которые фотографируют в первую очередь. Это основное. Ну, в данный момент у нас в коллективе более 20 человек. Это люди разносторонние, очень путешествуют в разные направления. Кто-то любит очень путешествовать в Индию, кто-то, как, например, Юрий Бирюков, постоянно путешествует в Африку. Ну, по крайней мере, мы знаем его именно с этой стороны. Идея проводить огульную выставу дельников фото-тревел-клуб возникла в минулом году. Такая традиция будет допомогать фотографам-подорожникам, что год собираться разом в новом месте. Убачить их работы в Гомеле можно до 23 лютого. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуски завершены. Спасибо за увагу и до сустрейшего эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Накануне в Лельщицах на пожаре погиб мужчина. Огонь охватил его дом и уничтожил мебель и имущество. Пожар случился в райцентре на улице Красноармейской. Сообщение о возгорании поступило около полуночи. Спасатели локализовали очаг возгорания, а когда проникли внутрь, то обнаружили там мужчину 1961 года рождения без признаков жизни. Вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, что к ЧП часто приводят курение в постели. Оперативники уголовного розыска Гомельской области нашли и вернулись с сельхозпредприятием региона 9 похищенных телят. Кражи произошли ночью на территории агроферм Жлобинского и Светлогорского районов. Общий ущерб составил более 1200 рублей. Похищенных животных злоумышленники попытались сдать предпринимателю из Витебской области всего за тысячу. Задержаны четыре жителя нашего региона. Телята благополучно возвращены с сельхозпредприятием. Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями устанавливают причастность данных лиц к аналогичным преступлениям. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель прервал серию поражений, насчитывавшую восемь матчей к ряду. Долгожданную победу Рыси добыли в матче с географическим и турнирным соседом Металургом. Первый период очередного эпизода Полесского дерби остался за Гомелем. Топа Ликуцирь записали в свой актив точные броски. Во втором свои галеодорские навыки демонстрировали уже с Толеварем. Войтихов и Воронов восстановили равенство на табло. 2-2. В третьем Рысям понадобилось всего 18 секунд, чтобы вновь вернуть себе лидерство. Забросил Хузеев. Радость трибун Гомельского ледового дворца была недолгой. Спустя 6 минут Войтихов оформил дубль и вновь паритет 3-3. И все-таки хозяева сумели вырвать победу. Скоринов на 57-й минуте первым оказался на отскочившей от галкипера Металлурга Шайбе. 4-3. И Гомель вплотную подобрался к Металлургу в турнирной таблице. Шестую и пятую команды разделяют всего один балл. Игроки гомельских ВРЗ и БЧ в составе символической сборной 13-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В квартете полевых вагоностроитель Евгений Чернейко и железнодорожник Денис Гуменюк. Оба в 13-м туре внесли значительный вклад в победы своих дружин отметившись хит-триком. Чернейко отправил три мяча в ворота столичного БМТУ. ВРЗ был сильнее 8-0. Гуменюк отличился трижды в матче со столицей. МБЧ победила 5-1. Дениса Гуменюка кстати назвали лучшим игроком 13-го тура. Николай Иванов пополнил ряды футбольного клуба Гомель. Полузащитник перешел в стан зеленобелых на правах аренды из Минского Динамо. В минувшем сезоне 20-летний футболист провел два матча за основной состав столичного клуба. С 2017 по 2019 год Николай Иванов принял участие в 57 поединках за дубль Динамо и забил 18 мячей. В Гомеле в эти дни проходят первенство областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта по конному спорту. Турнир внутренний состязаются только воспитанники ЦОРа. Главная цель оценить работу теннерского штаба. А также в соревновательных условиях проверить подготовленность спортивных пар. Мы просматриваем пары для дальнейшего выступления на республиканских соревнованиях. Вот сейчас команда конкура готовится к Олимпийским Дням молодежи Республики Беларусь. Победителей первенства выявляют в двух дисциплинах выездка и двоеборье. Сегодня в программе соревнований была манежная езда. Завтра и послезавтра конкур с высотой препятствий 105 и 110 сантиметров. Проходит первенство в манеже ЦОРа по прикладным видам спорта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова